всем привет ребята я хочу сегодня вам показать как нам развернуть вот такой красивый шаблон я его выбрала для работы и как раз хочу показать как его устанавливать для начала так как мы включили компьютер только что поэтому давайте сначала включим наш сервер для этого заходим в локальный диск c в хамп и спускаемся ниже и включаем хаб-контрол здесь у нас mysql запускаем и apache можем теперь закрыть на x для того чтобы выйти вообще сервера необходимо сначала остановить и нажать на quit сейчас мы будем работать поэтому этот шаблон я уже скачала шаблоны можете осмотреть на официальных сайтах также очень много ресурсов есть сайты где есть очень много шаблонов которые можно скачать бесплатно но в официальных в основном в официальных магазинах страницах разработчиков в основном эти все продукты у нас все шаблоны платные у них есть раздел free бесплатные но к сожалению там очень очень мало выбора очень мало коммерческие шаблоны очень много но я очень много находила шаблонов которые в основном в официальных сайт на официальных страницах стоят платно а я находила их бесплатно поэтому необходимо вообще в гугле поискать посмотреть если вам какой-то определенный шаблон понравился можно его найти без проблем но бывает конечно когда вообще нигде нету его поэтому ищите либо другой либо покупаете но в моей практике я покупала шаблоны пару раз разрабатывала я сайты на джумле очень много поэтому решать конечно вам для того чтобы вообще посмотреть как работать на джумле я вам рекомендую конечно пользоваться сначала бесплатными будете проверять смотреть и изучать поэтому скачивайте сначала бесплатные так какие поехали я выбрала данный шаблон я его уже скачала нашла бесплатно сейчас вот он у меня давайте мне очень нравится устанавливать quick star потому что легче работать особенно для новичков это рекомендую именно пользоваться quick star это полностью готовый сайт то есть здесь будет у вас полностью на английском да можно и на нескольких языках может быть сайт поэтому когда устанавливаете quick star вам легче будет например уже готовый материал изменять я по ходу работы буду показывать как устанавливать языки как менять все как если сайт будет например у вас quick star на одном языке мы будем устанавливать два языка и переключение вот это все как будет работать я буду все показывать мне очень нравится пользоваться quick star потому что ты уже наглядно видишь что у тебя где стоит ты уже по факту будешь менять а если вы устанавливаете например пустую джумлу и потом будете загружать сам шаблон да он будет но для тех кто работает долго давно конечно это не проблема там установите какие-то там плагины модули компоненты но при установке шаблона отдельно а вот для тех кто новичок я рекомендую пользоваться quick star так мы необходимо сначала разархивировать quick star так теперь заходим в раздел localhost my disk хам здесь необходимо зайти в раздел htdocs и вот здесь в этом разделе вы уже создаете вашу папочку папочку вы называете как хотите у меня будет мира так здесь у нас откроется наша установочная страница Русский язык мы выбираем, нажимаем там название, например, пусть будет больница. Здесь вы указываете свою почту, логин администратора у нас будет админ, пароль. Это для авторизации, поэтому устанавливайте свой пароль. Так, здесь нажимаем далее. Localhost мы не трогаем, а тип паст данных не трогаем. Имя пользователя мы уже создавали. Логин у меня получается Mirable, а также можно без пароля использовать. Это root, по умолчанию у него пароля нет, это локально в принципе тоже допустимо. Но я уже создала для себя пароль, поэтому попробуем. Так, далее. Здесь у нас ничего не трогаем, просто нажимаем на установку. У нас установится сайт с демо-версией сайта, то есть по шаблону, который я показывала. Здесь вы обязательно удаляете директорию installation. Здесь вы удаляете директорию installation. Это для безопасности, это очень важно. Удаляете языковые пакеты уже можно посмотреть и установить уже в панель управления. Здесь заходим, давайте в панель управления. Также можно на сайт перейти, то есть открывается сразу. Здесь у нас окно авторизации, то есть у вас будет всегда, например, у вас, если на хостинге, то здесь будет название домена, название домена, слэш и администратор, то есть это путь к админ-панели вашего сайта. И вот у нас демо-версия установилась. Здесь получается для работы очень удобно. Есть меню, есть блоки разделы, все можете включать, выключать, уже редактировать, уже готовый сайт для новичков. Это очень удобно. На этом второй урок завершен. В следующем уроке я покажу, как устанавливать языковые пакеты, устанавливать плагины, модули. Будем работать на самом компоненте. Кстати, данный шаблон, главная страница, работает через компонент. Будет очень много интересного. Подписывайтесь, следите за новыми видео. Будет интересно. Всем спасибо.